Зима снова вернулась в Беларуси и принесла с собой низкие температуры и опадки. Правда, такое на дворье порадовало далеко не у всех. Удельникам дорожных руху и коммунальникам оно принесло шмат проблем. Вольга Борисевич, протягни. Морозы, которые пришли в Беларусь после Нового года, хоть они такие эмоциональные, но протягиваются. На метеостанциях при нем они что день фиксуют температуры ниже, чем за климатичную норму, как минимум на 4-7 градусов. У Апошнеждни на дворье до того ж было еще щедрым и на опадки. За выходные выпало от 7 до 16 миллиметров. Наибольшее их количество отмечалось в Новогрудке. По данным, на сегодняшнее утро, 15 января, высота снежного покрова по области составляет от 13 до 18 сантиметров. На метеостанции Новогрудки достигает 25 сантиметров. Снегопады, вядома, шатбиваются на праце коммунальников. Специалисты стараются оперативно реаговать на выпадение опадков и своечасово очищать проездную участку и пешеходные дорожки, выводящие максимальную колькость своей техники. Так, на дорогах Гродно в пятницу, субботу и неделю я е працавала свыше по сотне одинок. На городские улицы и тротуары за три опошние дни высыпана амаль 2000 тонн песко-соляной сумеси. Была задействована порядка 56 единиц, полностью работали, сгребали снег и обрабатывали улично-дорожную сеть противоголовными материалами. В выходные дни, в субботу и воскресенье, дополнительно привлекла техника сторонних организаций. Было привлечено 14 единиц техники и тоже были направлены на расчистку дорог и тротуаров. У понеделок спецтехника гродинских коммунальников поширала проездную участку и транспортные развязки. Так само чистила тротуары и заезды на припыночные пункты. С 22.00 вечера до 7 ранец и снег с центральной частки Гродно будет вывезены на специальные пляцовки для его часового складирования. Коммунальники просят водителя с разумением отнестися до их працы и не пирожка отжать. Обращаемся к авторюбителям по поводу предпроконтанной техники, чтобы убрать ее на стоянки организованные. Во дворах я тоже понимаю трудности свои, но есть стоянки, платные стоянки убрать, чтобы мы могли очистить качественно проезжую часть улицы. Надо, чтобы автомисты понимали, что когда работает спецтехника, не мешать ее работе, как-то с пониманием относиться, не вклиниваться в колонны техники, потому что создает определенные неудобства. И кажется, уборки нарушаются, естественно. На уторок по области объявлены оранжевые узровы небеспеки. Тому, выходячи на улицу, треба уличивать прогноз на дворья. На большей части Гродненской области и в городе Гродно ожидается усиление юго-западного-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы в Гродно будет минус 4, минус 6, днем минус 3, минус 5. По области в течение суток от минус 3 до минус 8. Не чакается резкого потепления при нема не до конца тыдня, а на четверу вогулі прогнозуется пагаршение на дворья. Будет моцный ветер и выпадут опадки.